Алекс Глад Глава первая. Отбор на фронт. Всеобщая мобилизация. Всем гражданам категории Б явиться в пункт распределения по месту жительства. Неявка приравнивается к дезертирству и карается в соответствии с... Раз за разом доносится с улицы. Вот оно очередное утро затяжной третьей мировой. А мы еще совсем недавно наивно полагали, что все обошлось. Две трети мира уничтожены ядерными взрывами. Нас эта участь миновала. Фонит, говорят, но выбора нет. Бежать некуда. Живем так уже несколько лет и ничего. Светиться пока не начали. Учимся, работаем. Все как всегда. А вчера во всех СМИ прогремела новость. Война продолжится в виртуальном мире. Думал, шутят. Оказалось, нет. Все обязаны пройти тестирование на профпригодность. Непрошедших отправят на границу с настоящим оружием в руках. Косить беженцев и ополченцев. А ведь категория Б – это все население, за исключением инвалидов. От пятнадцати до семидесяти, вне зависимости от пола. Дэн, ты уж постарайся там. Хрепловато прошептала мама. Кто б знал, что так выйдет. Пробормотала она. Отец, наверное, в гробу перевернулся. Проглотив сжимающий горло комок, кивнул, ощущая, как дрогнули уголки губ в невеселой усмешке. Парадокс в том, что мой папаша был американским подданным, и вот сейчас мы идем воевать именно со штатами. Явно их властям российские просторы покоя не дают. Отстранился, взглянул на покрасневшие от слез глаза сидевшие в инвалидном кресле женщины. Потом на тихо всхлипывающую сестренку, совсем еще малышка. Ей жить еще и жить. Три дня назад восемь исполнилось. У меня попросту нет выбора. Я должен, обязан. Если пройду отбор, им назначат пособие, и когда-нибудь можно будет вернуться домой, если же не сдам тестирование. То... То с моим уровнем военной подготовки, вернее, почти полным отсутствием таковой... Стоп, об этом лучше даже не думать. Кнопка лифта мигает красным, сломан. Ну что ж, не впервые мне бежать вниз с двадцать седьмого этажа. Вверх куда тяжелее. Но сейчас это потеря драгоценных минут. Это лишние конкуренты в очереди на тестирование. Нет, я не боялся, что меня не примут. Играл в свое время во что только можно. И в космических баталиях участвовал, и в магических, и... В общем, обязан пройти. Вот только успеть бы. На регистрацию в тест-центрах дали всего два дня. Не успевших или не прошедших отбор отправляли на границу по истечении этого срока. Мне туда никак нельзя. У меня мама инвалид и сестра малолетняя. Отец погиб три года назад в автокатастрофе. А другой родни, способной поддержать, нет. Вот унесусь ни свет, ни заря. На часах еще шести нет, а я бегу занимать очередь. Погода словно в издевку теплая. Небо чистое, не облачко. Не смотри, что май на дворе. В такой бы денек на речку с удочкой. Мечты, мечты. Мимо проносятся знакомые дома, парки, аллеи. На улицах людно, все куда-то спешат. На дорогах пробки. Нет, нет, да раздаются нетерпеливые вопли клаксонов. Ну да, я не один такой прыткий. Все спешат. Ждать маршрутку не стал. Рванул напрямки дворами. Вот уже и мой пункт назначения. Мать вашу! Выдохнул, повернув за угол. Столько народу я даже в день выдачи гуманитарной помощи не видел. Игнорируя возмущение толпы, протолкался ко входу. Хм, а очереди-то две, оказывается. Одна на платный аккаунт, вторая для остальных. Это хорошо, что я додумался сюда подойти. Пробрался к хвосту нужной мне людской вереницы. Застолбил место. Интересно, платников не меньше, чем бюджетников. Говорят, в стране экономический кризис. Или народ просто-напросто приткнулся в первую попавшуюся на пути очередь и ждет? Ну, да не мое это дело. Занял очередь, стою, жду. Народ вокруг явно нервничает, помалкивают, косятся по сторонам, будто окружающие не будущие союзники, а враги. Из здания выходят люди. Кто-то счастливо улыбается. Явно прошел отбор. Кто-то понур обредет, ничего не видя перед собой. Кто-то нерешительно пристраивается в очередь к платникам. Да уж, на реальную войну никому не хочется. Но мне эту лямку не потянуть. Или пройду отбор или автомат в руки. Стараясь отвлечься от нерадостных перспектив, достал мобилу и вошел в интернет. Новых официальных заявлений относительно набора нет. Только вчерашняя, вдоль и поперек изученная мной инфа. Полазал по форумам. Забавно. Англичане держат в тайне то, каким будет виртуальный мир. Что это? Космос? Мир меча и магии? Или техногенные с оружием последних поколений и роботами? И при этом толстосумы вслепую отлистывают капусту на приобретение котов в мешках под названием бункеры. Гадани. И англичане, и америкосы, и толстосумы, которые, как всегда, за чужими спинами отсидеться, решили. Пусть, мол, дураки воюют. Ну, да это их проблемы. Мне сие все равно не по карману. Может, потому и злюсь? Если бы смог отсидеться, пошел бы на это. Патриотичность. Она такая сомнительная вещь. Очередь продвигается на удивление быстро, но, несмотря на это, время течет мучительно долго. К тому моменту, как я приблизился к огромной коробке современного этажей в 30 здания, успел перелопатить едва ли не все доступные в поисковике форумы. Полезной информации не было. Сплошные догадки и предположения. Предположение объединиться в кланы и альянсы с целью укрепления позиций и ускорения прокачки в песочнице, как назывались стартовые и безопасные для игроков локации. Попадать под чей-то прессинг раньше времени не хотелось. Готов дать 99% на то, что главы потенциальных альянсов – это те самые толстосумы. «Лучше уж я сам по себе, а там на месте разберусь, что к чему». Молодой человек, кто-то дернул меня за рукав, привлекая внимание. А выдернутый из раздумий, я не сразу осознал очевидное. Моя очередь подошла. Вхожу. Вот вроде ждал этого момента, но стоило переступить порог здания и поспение, пробежала волна мурашек, а на лбу выступил холодный пот. Просторный холл ярко освещен. Впереди стойка регистрации, наподобие тех, что имеются в любом офисном центре, но только сверху стеклом все закрыто, прямо как в банке. Приветствую. Сверкая голливудской улыбкой в 32 зуба, обращается ко мне смазливая брюнеточка в строгого вида униформе и с бейджиком на груди, гласящим Екатерина Васильева. Ваши документы. Между нами стекло и не окошко для передачи бумаг, а система ящичка ячейки, опять же, как в банке. Не удивлюсь, если стеклышко бронированное, ведь недовольные клиенты могут разрядиться на ни в чем не повинной сотруднице. Положил требуемое в ячейку. Та сдвинулась, перемещаясь внутрь защищенного контура. Улыбчивая девушка в ответ точно так же передает мне какие-то анкеты. Просматриваю. Ничего неожиданного. Опросник об игровом стаже и достижениях. Никаких лишних полей типа адреса, номеров документов или сведений о здоровье. Это все система им предоставит. А вот игры – это дело анонимное. Хотя я и был уверен, что в свете нынешних событий ограничения на секретность будут сняты, по крайней мере для госслужб. А нет, ошибся. Заполнил, невольно погружаясь в воспоминания о былых бесшабашных временах, когда игра была игрой, развлечением. Да, тогда я достиг немалого успеха. Побывал лидером топового клана, а потом вынужденно стал главой альянса. Но во многих играх я предпочитал оставаться одиночкой. Этаким серым кардиналом поддерживал отношения с лидерами высокорейтинговых кланов и альянсов. И порой из чистого энтузиазма, порой из-за предложенных в реале денег, промышлял шпионажем. Иногда, основываясь на выясненных данных, генерировал нестандартные игровые ситуации, ведущие к победе тайных союзников. Бюрократическая составляющая оформления заняла не более пятнадцати минут, после чего ко мне подошел один из сотрудников, амбалообразной детина лет двадцати пяти, с косой саженью в плечах и вывешенным на показ электрошокером. — Пройдемте, — пробосил он. — Иду. Собственно, для этого Витя пришел. — Дверь. Коридор. Мой провожатый останавливается возле лифта, прикладывает магнитную карточку к считывающему устройству. Эка у них серьезно. Захочешь сбежать, не сбежишь. Внутри никаких кнопок. Видимо, координаты конечной точки заложены в магнитке. Лифт современный, скоростной. Стоило дверям закрыться, рванул с места так, что у меня на миг сердце в пятки опустилось. На выходе я впал в ступор. Хотя... Чего я ожидал увидеть? Отдельные вип-кабинки? В общем, передо мной простирался огромный зал с бесчисленным количеством капсул глубокого погружения. Слышал, что прошедшему отбор дадут два дня на сборы и прощание с семьей, а потом куда-то перевезут, и по общественным догадкам воевать мы будем, находясь в каких-то подземных засекреченных бункерах. Ну и понятно. Иначе любой террорист сможет с легкостью переломить исход противостояния, подорвав энное количество верт-центров. Подошел к указанной капсуле. Повинуясь жесту проводника, разделся, сложил вещи на стул. Забрался в капсулу. Теплый ложемент коснулся кожи, принимая мое тело в свои объятья. Детина склонился надо мной, надевая мне на голову обруч и поправляя положение моих, слегка подрагивающих от волнения, рук. Закрывающаяся крышка капсулы навевает странноватые ассоциации с крышкой гроба. Да, не впервой. И каждый раз так. Кто-то, поговаривают, привыкают со временем. Я нет. Перед глазами все потемнело. В какой-то момент пришла паника. Вдруг что-то пошло не так. Вдруг сломалось. Что будет? Не решат ли, что я просто-напросто не прошел отбор? И тут же, словно в ответ на мои мысли, перед глазами возник бар загрузки. Облегченно вздыхаю и одновременно напрягаюсь. Кто знает, что меня ждет. Возможно, сразу же атакуют. Надо сразу уходить в перекат. Но где я окажусь? Вдруг на обрыве какой-нибудь скалы? Ответ пришел буквально в следующее мгновение. Перед глазами возник симулятор панели управления космическим кораблем. Вокруг светятся многочисленные мониторы, отображающие окружающий наш корабль космос во всех ракурсах. Данные сканеров, имеющихся в наличии боеприпасов. И интерфейс членов группы с полосками их жизни и энергии. Видимо, члены экипажа. Анализ ситуации занял считанные мгновения. Я командир космического корабля. В состав моей команды входят шесть человек. Механик, навигатор. Упс. А это что на радаре? Черт. Могли бы дать чуть больше времени. Обнаружен корабль противника. Противным механическим голосом известила система. До цели. Дальше все происходило словно во сне. Я что-то нажимал, сам не понимая, откуда знаю, что здесь для чего. Отдавал команды неведомым членам экипажа. Корабль тут же пришел в движение. Мониторы замигали, транслируя изменяющиеся точки координат, фрагменты космоса. Голова кружилась, руки потряхивала. Во рту пересохло от напряжения. В углу я заметил таймер, ведущий обратный отчет. Это что ж получается? У меня еще и временное ограничение имеется на выполнение задачи. Недостаточно выжить и подбить противника? Время неумолимо убегает. Как назло, вражеское судно оказалось весьма прытким. И черт бы его побрал. У меня уже табло таймера обрело красный цвет, отсчитывая последние минуты. Неужели не успею? Но эти мысли проносятся фоном, а тело делает свое дело, отдавая команды и нажимая на кнопки и рычаги управления. Корабль противника повержен. Успела известить система, и вокруг вновь воцарилась темнота. Успел или нет? На таймер глянуть не было времени. Облегченно вздохнул и... Перед глазами вновь появилась полоса загрузки. Эх, что в вас! Могли бы дать время на то, чтобы прийти в себя, обязательно устраивать краш-тест для нервной системы. Не думаю, что в будущем меня ждет сплошной цейтнот с неимоверной скоростью развития событий. Должны же быть хоть какие-то передышки. На этот раз я так и успел своевременно уйти в перекат, ибо на место моего появления, сверкая угрожающе багровым цветом в отблесках алого заката, опустился нехилых размеров двуручный меч. Приплыли. Вскакиваю на ноги, ощупывая все те места, где, согласно классике жанра, должно висеть какое-нибудь оружие. Мда, вот эта зубочистка против двуручника в руках стоящего напротив меня здоровенного громилы... Вот даже ни разу не смешно. Кинжал, мать вашу! Противник не стал ждать, пока я завершу свои мысленные дифферамбы в адрес разработчиков теста и кинулся на меня. Вернее, не так. Он, согласно своему телосложению, оказался сколь мощен, столь же неповоротлив. Уйти от атаки не составило труда. Так, что мы имеем? Я шустрый, он сильный, до зубовного скрежета бронированный. Успеть подскочить к нему пол-дела, нанести хоть какой-то урон надо умудриться, ибо незащищенных частей тела попросту не видно. Надо сосредоточиться и изучить его повнимательнее. Но взгляд нет-нет, да и притягивает уже знакомое табло таймера. Пока что зеленое. У меня есть еще целых восемь минут. Много это или мало? А нервы-то шалят. Вон, я чуть удар не пропустил. Во время очередного выпада, вместо того, чтобы откатиться в сторону, на свой страх и риск подныриваю под руку противника и... Вот оно чудо! Подмышка была защищена только кожаной вставкой. Удар! Оглушительный рев безмолвного до того противника заставил подогнуться к колене. Благо ему в этот миг не до меня. Отскакиваю в сторону, наблюдая, как он, раздувая ноздри и скрипя зубами, поднимает явно кажущийся теперь тяжеловатым меч и тяжелой походкой направляется в мою сторону. Прямо как бык на Тореадора. Даже глаза вон кровью налились. Раз десять я благополучно уходил от ударов. Вот только повторно подставляться мой противник явно не желал. Из замеченных мной незащищенных мест оставалось только частично видимое из-за шлема лицо. Плотно сжатые губы, свернутые в сторону, видимо, в прошлых боях, нос и налитые кровью глаза. Вот только роста в бугаре раза в полтора больше, чем у меня. Попробуй, допрыгни. Ох, ёб, допримирялся. Бедро обожгла вполне реальная волна боли. Я краем глаза заметил аккуратный такой надрез, открывающий вид на вспоротые мышечные ткани и, да, кровь. Нога подкосилась, стоило лишь осознать глобальность проблемы. Непроизвольно падаю, и это спасает меня от смертоносного удара, в который громила, кажется, вложил весь остаток своих сил. И да, успеваю заметить над его головой бар здоровья и выносливости. Первая снизилась несущественно, процентов на восемь-десять, не больше, а вот серая полоска почти на нуле. И что мне это даёт? Взгляд так и тянется к таймеру, успевшему войти в красную зону. Вся эта лирика проскользнула в голове за краткий миг полёта в ноги противника. Упс, а это что? Руки сработали раньше, чем мозг. Да, не спортивно, но оглушающий округу рёв и едва не придавившая меня падающее на землю тело подсказала. Удар кинжалом в пах – очень верное решение. Меня вновь окутала темнота. Вот только о чём она говорила. Истекло время, или же мой последний выпад, оказался фатальным для противника. И снова полоска загрузки. И снова, и снова, и снова. Да сколько можно-то? Стоило только так подумать, тьма рассеялась, открыв вид на поднимающуюся крышку капсулы. «Фух», – выдохнул я и в ожидании вердикта уставился на поджидающего меня громилую. «Я не уполномочен принимать решение», – ответил тот на мой невысказанный вопрос. «А кто, когда, я справился, или, может, не успел где-то вписаться в срок?» Глава вторая. Неожиданный поворот. Множество вопросов крутилось в голове. Вот только мужик явно потерял ко мне интерес. Лишь кивнул на сложенное на стуле тряпьё, мол, одевайся, и направился к дверям лифта. «Да, вот и поговорили, называется. Ну да ладно, по-любому результат кто-то должен озвучить». Не желая оттягивать минуту икс, метеором оделся и бросился следом за амбалоподобным проводником, в этот момент уже входящим в лифт. Впечатление такое, будто он ни на секунду не сомневался, что успею. Стоило очутиться внутри, и дверь тут же закрылась. Интересно, замешкайся я на пару секунд и не успел бы? Лифт рванул вниз с такой скоростью, что челюсть вклацнула, а сердце в этот раз ударилось о черепушку. Всё так же в молчании проводник сопроводил меня до одной из дверей на первом этаже и жестом указал, что мне туда. «Надо так надо. Вхожу». Тускло освещенная комната вызывала весьма неприятные ассоциации с тюремной камерой, в которой ять-фу-тьфу никогда не был, но представлял их именно так. Внутри никого не оказалось, да и не похоже, что тут кто-то будет, кроме меня. Помещение небольшое, метров пять квадратных. По центру стоит кресло, на потолке встроенные лампы, и больше ничего. Даже окон нет. Жутковато. Послонялся из угла в угол, с недаемой сомнениями в успешности прохождения тестов. С одной стороны, вроде выживал и убивал противника. С другой, в суматохе не всегда успевал отслеживать показания таймера. Ну и то ранение. Кто знает, может, надо было выйти из всех передряг без единой царапинки. Ожидание сводило с ума. Неизвестность – это самая страшная пытка. Ведь от того, какое решение примут, зависит не только моя судьба, но и моих родных. За вояк никто не платит. Они – расходный материал в войне. На что будут жить мама с сестрой? Что с ними будет, если меня, не дай бог, убьют? Вот на этой оптимистичной ноте меня и прервал раздавшийся со стороны одной из стен щелчок. Я, проходя в этот миг мимо кресла, замерз отаив дыхание. Вскоре в воздухе возникла проекция голографического экрана, с которой на меня взирал представительного вида мужчина лет сорока пяти. К сожалению, вы не прошли отбор. Вынес он приговор, и мои ноги подогнулись. Повезло, что за моей спиной было кресло. Экран погас. Никто не ждал ответа. Никто не собирался ничего объяснять. Все четко, кратко и по существу. Вердикт вынесен. Я иду на границу. Это не было озвучено, но и так ясно. Ибо альтернативных вариантов нет. Перед мысленным взором пронеслось заплаканное мамино лицо, припухший от слез личико сестренки, еще не до конца осознавший потерю, но понимающий, что происходит что-то страшное, непоправимое. В бессильной злобе ударяю по ни в чем не повинному подлокотнику кресло. Оно крепкое, оно все вынесет. Наверняка не я первый услышал здесь подобный приговор. Выходя из здания, поймал сочувственный взгляд сотрудницы, сидевшей за бронированным стеклом стойки регистрации. Невесело улыбнулся ей в ответ и поплелся, как сотни других обреченных, прочь. У меня есть два дня на то, чтобы проститься с семьей и с жизнью. Солнечный день больше не радует. Ноги ватные, в голове густой туман, сквозь который продираются мысли о том, где раздобыть денег на жизнь для моих родных. Гребанное государство! Как затевать войны, так это пожалуйста. А как обеспечить жизнь оставшихся в тылу родственников, так это их не касается. Еще бы! Зачем раздавать крохи из кормушки высокопоставленных чиновников? Им самим мало. Чай аппетита у них куда как побольше, нежели у простых смертных. Смертных. Да и не просто смертных. Я смертник. Озвученный в тест-центре приговор был именно таким. Дэн! Послышался из-за спины запыхавшийся женский оклик. Я не отреагировал, лишь краем сознания выделив свое имя. Кому я теперь нужен? Что меня ждет? Вернее, не так. Сколько я протяну на границе, прежде чем склею ласты? Год? Месяц? Неделю? День? А может, час? Дэн! Повторил все тот же голос, очутившийся в этот раз рядом. И кто-то неуверенно коснулся моего плеча. Когда обернулся, заметил сжавшуюся, словно ожидающую удара сотрудницу тестового центра. Интересно, ей-то что от меня надо? Да, хрепловато произношу, слегка притормаживая, но все же продолжая путь в сторону дома. У меня к вам очень выгодное предложение. Кокетливо улыбаясь, известила девушка. Вы не по адресу. Я напряг память, вспоминая имя на бейджике. Екатерина. Ошибаетесь. Сверкнула глазами девица, вновь демонстрируя голливудскую улыбку. Ошибаюсь в имени или... Черт, что это со мной? Раньше я бы полжизни отдал за ночь с такой куклой, а сейчас... В общем, ноль реакции. Я еще жив, но уже труп. Спасибо, что заставила осознать очевидное. Да подыграйте же вы мне! С милой улыбкой на устах прошипела она. Ух ты! Еще и наезжает. У них что, такой курс сексуальной реабилитации для неудачников? Ха-ха, три раза. Но Коля просит, подыграю. Когда мне теперь удастся такую вот цыпочку в постель затащить? Ей, небось, деньги, оплаченные госпрограммой отрабатывать надобно. Вот и боится, что отошью. А с первого взгляда такая недотрога. Надо же. Вот в жизни бы не подумал, что проститутка. Наверное, впечатление такое из-за строгого форменного костюма, хоть и облегающего ладную фигурку, как вторая кожа, но закрывающего все в рамках приличий. Плюс собранный высокий хвост, прямые темные волосы. В общем, только очочков не хватает для завершения образа этакой сексапильной училки. Но все это до приговора. После уже ничто не имеет значения. Девица ластится словно мартовская кошка. Вот интересно, ей не противно? Нет, я вроде бы не страшный, ростом бог не обидел, но кто я теперь? Неудачник, у которого осталось энное количество часов в жизни. И никто даже примерно не представляет, в десятках, сотнях или тысячах этот срок измеряется. Даже раковым больным с большей определенностью диагностируют оставшееся время жизни. Давайте купим мороженое и прогуляемся по парку. Подхватив меня под локоток, промурлыкала девушка. Ишь какая, ей еще и романтику подавай, мороженое. Да, я его любил. Прошлая жизнь, до вынесения приговора. Теперь каждая копейка на счету. На эти деньги мама сможет купить буханку хлеба и накормить сестру. Вы не подумайте, я сама куплю и вас угощу. Внезапно выпалила, словно прочитавшая мои мысли, девушка. Раньше я бы от стыда сгорел после таких слов. Сейчас лишь плечами пожал и окинул оценивающим взглядом спутницу. Кому-то могло повезти с такой вот покладистой красоткой. Или вся тайна в цене вопроса. Но я-то точно платить не собираюсь, чтобы она там о себе не думала. Не настолько нужна. Словно по заказу поблизости очутился лоток с мороженым. Какое тебе больше нравится? На показ, переходя на ты, проворковала девушка. Хороша, однозначно хороша. Как же жаль, что жизнь кончается. Решив не скромничать, ткнул пальцем в не самый дешевый, но некогда очень любимый брикет с пломбиром в вафле и вымоченной в коньяке вишней. Моя спутница, ни мгновения не колеблясь, обратилась к продавцу. Два, пожалуйста. И тут же вновь одарила меня самая лучезарная из когда-либо виденных мной улыбок. Эх, где ты была раньше? А сейчас смотрю на тебя. Понимаю, что красотка, а мысли лишь о том, что трачу драгоценные минуты, которые мог бы провести рядом с мамой и сестрой. Такое ощущение, что теперь я робот или программа, у которой где-то тикает таймер, и он вот-вот войдет в красную зону. Так вот, проворковала моя спутница, стоило нам удалиться подальше от лоточника. У меня к вам деловое предложение. Да не палитесь же вы, Дэн. Улыбайтесь, делайте вид, что желаете произвести на меня впечатление. Вы что, никогда девушек не кадрили? Вот темно. Нормальная такая отповедь. Кажется, я что-то не так понял, и это уже явно становится интересным. Как скажешь, дорогая. Оскаливая пасть во все 32, отвечаю. Не переигрывай со стороны, все должно выглядеть естественно. Одернула меня все еще улыбающаяся девушка. Как скажешь. Вот же заладил. Закатывая глаза, выдохнула она, но при этом умудрилась это сделать весьма кокетливо. Актриса, однако. Суть предложения в следующем. Тут же взяла быка за рога девица. Ваш отец некогда являлся американским подданным. Киваю, соглашаясь. Было бы странным, если бы они это не выяснили. Неужели в этом кроется причина моего провала? Обречен по факту рождения не от того родителя? «Вы прекрасно справились с тестами», – произнесла моя спутница, и я аж шага сбился. Девушка весело рассмеялась, будто только что удачно пошутила или сообщила какую-то шокирующую новость своему парню, роль которого упорно приходилось играть, натягивая на мину счастливое выражение типа «Милы, ты скоро станешь папой». «Ночной кошмар всех неокольцованных». «Давайте постараемся впредь менее бурно реагировать», – сверкая глазищами, предложила она и продолжила. «Вас не окончательно отмели. Такие кадры нужны, Вирти. Никто не планирует отправлять вас на границу. Скорее, за!» – многозначительно понизив тон, добавила она. И вновь я впал в ступор и уставился на нее круглыми глазами. «О чем она заговаривается?» Эдит так и подмывала ладонь к ее лбу приложить, чтобы проверить, нет ли жара часом. «После нашего разговора разыграем сцену ссоры». Продолжала, как ни в чем не бывала она. «Вы вернетесь домой, попрощаетесь с семьей и отправитесь в американское консульство. Поверьте, там вам в помощи не откажут, ибо вы прямой потомок коренного жителя Штатов». «Что?» – вконец растерялся я. «То попросите политического убежища. Аргументировать ваше решение несложно. Личная жизнь удалась, что мы и продемонстрируем в наиболее людном в этот час месте. Тест вы провалили, хотя и имеете немалый игровой стаж. И на этом обязательно проакцентируйте внимание во время переговоров в консульстве. Ну так вот, денег на аккаунт у вас нет, и потому вы вынуждены просить о помощи». «Но зачем?» Девушка вздохнула и посмотрела на меня, как на умалишенного. «Вспомните специфику своей игры на последних семи серверах». Молвила она, разбивая все хрупкие надежды об анонимности моей прошлой игровой жизни. «Улавливаете?» «Шпионаж?» «Почему-то стараясь произносить это слово, не разжимая губ, уточняю я». «Умница!» «Умным словом, будет мое полное имя, перевернутое задом наперед, а теперь...» «Мне показалось, или она с грустью взглянула на меня?» «Теперь пора инсценировать наш разрыв», – констатировала девушка и тут же перешла к активным действиям, пощечинам, крикам, обвинениям в чувствости и изменах. «В общем, работала на публику за нас двоих, ибо моего актерского мастерства на такое просто-напросто не хватало. Место она выбрала удачное, зрители вокруг оказалось в избытке, спешившие в тест-центр мужчины с сочувствием смотрели на меня после ее крика. «Неудачник, тебе самое место на границе! Да чтоб ты сдох там, кобелина!» «Прогуливающиеся мамашки с детьми явно сопереживали разбушевавшейся товарки. В общем, цирк еще тот. Разошлись мы, как в море корабли, и если я просто понуро поплелся в сторону дома, то Екатерина еще долго сыпала мне вслед проклятиями. А я шел и переваривал полученную информацию. Что мне это дает? Родным-то все равно не заплатят, ведь это палево, а если меня вычислят на шпионаже, то о возвращении домой можно только лишь мечтать. С другой стороны, а что меня ждет тут?